Библейский портал экзегет.ру представляет Вторая глава книги «Юдифи» для библейского портала «Экзегет.ру» мы в первой главе рассуждали на ту тему, что книга «Юдифи» подчеркнута неисторично. В ней рассказывается о вещах, которые просто не могли происходить. Навуходоносор правит в Ассирии со столицей в Ниневии. Это, как я сказал, как Наполеон, который возглавляет ЦК КПСС в Москве. То есть это другая эпоха, другое государство. Ниневия, кстати, к тому моменту разрушена, когда Навуходоносор царствует в Вавилоне, над Вавилонской, а не Ассирийской империей. И я высказал предположение, что автор книги подчеркнуто анахронистичен. То есть он не то, что совсем ничего не знает, но в конце концов можно полистать. Книги царств там довольно четко расписаны. Когда была Ассирия, когда был Вавилон, да, это не одно и то же абсолютно. Но он рисует некоторую общую картину, притчу, такое сильное, могучее государство, враждующее с другим государством, с Мидийской тоже державой. Мидия, она же Персия, станет следующей мировой империей. Вот, и, собственно, вопрос, который встает, а как нам тут выжить, нам, израильтянам? Книга написана на греческом языке, хотя, возможно, какие-то еврейские прототипы или арамейские прототипы у нее были, но мы точно этого не знаем. И, соответственно, вот у нас... Есть, правда, небольшие отрывки из Кумрана, но нет целиком этого текста. И вот, соответственно, у нас история, которая рассказана не очень понятно кем, не очень понятно когда, а, наверное, где-то второй, может быть, даже первый век до нашей эры, до христианской еще эпохи. И завязка, понятно, в Великой империи, и мы маленький народ, который в этом всем старается выжить. Вторая глава. В 18-м году, 22-й день первого месяца, вот такая точность, да, хотя абсолютно все неисторично, последовало в доме Новоходоносора, царя Ассирийского, повеление совершить, как он сказал, отмщение по всей земле. Созвав всех служителей и всех сановников своих, он открыл им тайну своего намерения и своими устами определил всякое зло той земле. И они решили погубить всех, кто не повиновался слову уст его. По окончании своего совещания, Новоходоносор, царь Ассирийский, призвал главного вождя войска своего, Аллаферна, который был вторым по нем, и сказал ему, «Так говорит великий царь, господин всей земли, вот ты пойдешь от лица моего и возьмешь с собой мужей, уверенных в своей силе, пьешь их 120 тысяч, множество коней с 12 тысячами всадников, и выйдешь против всей земли на западе за то, что не повиновались слову уст моих, и объявишь им, чтобы они приготовили землю и воду». Это, кстати, тоже такой исторически маленький эпизод. Выдать землю и воду на Древнем Ближнем Востоке означает, ну, собственно, свою территорию отдать. Земля, которая стоит на месте, вода, которая течет, это есть описание территории, суверенитет, то, что мы сегодня называем этим словом. «Потому что я с гневом выйду на них, покрою все лицо земли их ногами войска моего, ну, то есть не останется участка, где бы мое войско не топтало, и придам ему их на расхищение. Долы и потоки наполнятся их ранеными, и река, запруженная трупами, их переполнится, а пленных их я рассею по концам всей земли. Ты же, отправившись, завладей для меня всеми пределами их, которые сами сдадутся тебе тех, ты сохрани до дни обличения их, а непокорных да не пощадит глаз твой, придавай их смерти и разграблению по всей земле твоей». Ну, то есть мысль понятна. Навуходоносор наш завоевывает собственную империю. Она от него как бы отложилась, да, не выдав ему войска на его войну с медянами. И теперь он ее должен заново завоевать. Причем достаточно жестокий приказ, то есть убить всех, кто не выскажет покорство сразу. В принципе, так они и воевали на Древнем Ближнем Востоке. Другое дело, что одновременно со всеми этими странами вавилонии не или ассирийцы бы не справились. Они их захватывали по одной, как обычно это и бывает у агрессора. Итак, Аллафер на нас отправляется в поход. И напоследок его напутствует царь Навуходоносор, «Ибо жив я и крепко царство мое, что сказал, то сделаю моей рукою». А здесь он говорит о себе в таких выражениях, каких обычно Бог о себе говорит в ветхозаветных книгах. «Жив я, что хочу, то и сделаю». «Не приступи же ни в чем слов Господина твоего, но непременно исполни, как я приказал себе, и немедля исполнение». Тоже вот он, по сути дела, на месте Бога. И мы можем ожидать, что здесь будет какой-то дальше такой пассаж, что израильтяне будут молиться, говорить, вот посмотри на его дерзость, посмотри, как он присваивает себе твои почести, как вот он все делает надменно и так далее. Но не будем торопиться, история немножко по-другому будет развиваться. Но заявка такая есть, да, вот Навуходоносор ставит себя на место Бога. Кстати, у него и в книге Даниила та же самая вещь произошла. Он себя сделал творцом Вавилона, да, после чего лишился человеческого облика в наказании за это. Итак, начинается поход. «Алаферн, тот самый полководец, выйдя от лица господина своего, пригласил к себе всех сановников, полководцев и начальников войска Ассирийского. Отсчитал для сражения отборных мужей, как повелел ему господин его, 120 тысяч, иконных стрелков 12 тысяч, и привел их в такой порядок, как им строится войско, идущее на сражение». Ну, огромное, конечно, войско, да, 120 тысяч пехотинцев, 12 тысяч, в 10 раз меньше всадников. «Он взял весьма много верблюдов, ослов и молов для обоза их, овец, волов и коз для продовольствия их без числа, и много пищи для всех, и очень много золота и серебра царского дома. Война – дело дорогое, на солдат нужно тратиться». «И выступил в поход со всем войском своим, чтобы предварить царя Новуходоносора, и покрыть все лицо земли на западе колесницами, конницей и отборной пехотой своей. И с ним вышли союзники в таком множестве, как саранча и как песок земной, потому что от множества не было еще-то им. «Пройдя путь трех дней от Ниневии до передней стороны равнины в Вектелеф, они повратили от Вектелефа, близ горы, лежащей по другую сторону верхней Киликии». Ну, вот здесь пошли немножко нереальные расстояния, да, они уже в Киликии через три дня из Ниневии пришли довольно далеко. «Оттуда, взявся войско свое пеших и конных и колесницей свое, он отправился в Нагорную страну, разбил Фудин и Лудян и разграбил всех сынов Россиса и сынов Исмаила, живших в пустыне на юг к земле Хиллионской». Ну, перечисляются разные народы, которые, соответственно, на переднем или Ближнем Востоке тогда жили. «Потом, переправившись через Ефрат, он прошел Месопотамию, разрушил все высокие города при потоке Аврони до входа в море. Заняв пределы Киликии, он избил всех противоставших ему и, пройдя до предела Феофета, лежащих к югу на передней стороне Аравии, обошел кругом всех сынов Мадиама, выжиг жилища их, разграбил стада их». Интересно, что он, похоже, не очень-то соблюдает появление своего господина предлагать им сперва сдачу, чтобы они капитулировали. Он сразу их всех уничтожает. Может, они, конечно, отказались, но похоже, что он уже вошел в такой раш, с ним такое сильное войско, что это ему как-то уже и не нужно. Лучше всех сразу уничтожить. «Потом спустился на равнину Дамаска, во время сжатого пшеницы выжиг все нивы, их отдал на истребление стада овец и валов, разграбил города их, опустошил их поля и сбил всех юношей и их острием меча». До такой степени, конечно, обычно все-таки военные карательные экспедиции не доходили, просто потому, что если все лежит в запустении, то на какие деньги империя будет жить? Она же налоги собирает. Там население, которое убито, вся вот их деятельность хозяйственная прекращена, собирать-то нечего будет. Но еще раз говорю, все-таки мне кажется, притча, эта книга явно не исторична, она литературна, но поскольку это второканоническая для католиков или неканоническая для православных, она и не равна по своему статусу каноническим книгам. «Страх и ужас» напал на жителей приморской страны, обитавших в Сидоне и Тире, ну это финикийские города, на жителей Суры и Акини, на всех жителей Иемнаана, и все обители Азота и Аскалона сильно испугались его. Израильтян здесь пока нету. То есть пострадали абсолютно все страны вокруг, но что делать с израильтянами? Да, вот пока что, пока что у нас есть только такие окружающие народы, и вот тоже интересная вещь. Первая глава говорит, вот есть Великая империя, она живет по этим законам жестокости, завоевания, попытках всех задавить силой, что делать мы будем с этим, пока не ясно. Вторая глава говорит, да, остальные народы падают, жертвы этой силы, что делать с этим будем мы, пока не ясно. Ну вот, в третьей главе это будет развиваться, в четвертой, наконец, мы увидим, как это относится к израильтянам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok